Сладкий, пенистый, ароматный, в теплую погоду идеально утоляет жажду. Городское пространство в летний сезон сложно представить без ярких квасных бочек. Барнаульский пивоваренный завод уже больше 10 лет радует жителей региона своим напитком. Покупатели, в свою очередь, ждут не дождутся конца апреля, начала мая, чтобы приобрести стаканчик или бутылочку прохладительного. Да, мы берем всегда исключительно его. А чем нравится? Вкус, он сладенький. Ездим на дачу, работаем, утоляем жажду таким способом. В начале мая, когда начала меняться погода, прямо ожидали, что скорее-скорее появятся бочки и будем брать квас. Обалденный квасок, свежий, сладкий. Ржаная корочка не просто гарантия вкуса, но и гарантия качества. На производстве следят за продуктом от и до. Перед тем, как квас доходит до потребителя, над напитком трудятся десятки рук. От технологов и лаборантов до людей, которые отвечают за чистоту и герметичность бочек. Начнем с производства. Производственная мощность позволяет выпускать 100-120 тысяч литров ежесуточно. Квас востребован круглый год, но в летний сезон особенно. Процесс приготовления занимает больше суток – 30-32 часа. За это время напиток проходит многоступенчатый производственный цикл. Готовим квасное сусло. Доберется так называемый полуфабрикат-констрат квасного сусла, варится сахарный сироп. Эти два ингредиента смешиваются. Когда мы приготовлены еще в горячем состоянии, для того, чтобы провести процесс брожения, квасное сусло у нас охлаждается, задаются дрожжи. После этого проходит процесс брожения, так называемое главное брожение. Если необходимо, мы его немножко охлаждаем. Он настаивается, дображивается. Если квас не подлежит фильтрации, разливается нефильтрованным, то отправляется на розлив. Если квас фильтруется, проходит стадию фильтрации. Для того, чтобы был микробиологически стабилизированный продукт, он проходит стадию пастеризации. Это термическая обработка. И далее разливается в пэт-бутылки или бакегу в виде фильтрованного пастеризованного пастера. Физико-химическая лаборатория. Здесь отвечают за качество выпускаемой продукции на заводе. Анализируют кваснокислотность, насыщение углекислотой и на содержание сухих веществ. Мы его отбиваем от углекислоты и затем наливаем в цилиндр, опускаем ориометр и уже по ориометру делаем сухие вещества. Сухие вещества по ГОСТу у нас должны быть от 6 до 7. Смотрим по ориометру. У нас получается 6,5. Все, сухие вещества у нас отошли. Все в норме? Да, все в норме. Если будет низкое содержание сухих веществ, квас будет водянистым. Этого допустить нельзя. Если выявляются отклонения от нормы, химики оперативно сообщают на производство. А там, в свою очередь, корректируют процесс брожения и выходят на необходимые показатели. Контроль качества производимой продукции у нас осуществляется на всех этапах. От входного сырья, производства, розлива, хранения. И поэтому на каждом этапе, если мы видим какие-то недочеты, они устраняются, что не допускает выпуск некачественного продукта. Поэтому нестандартная продукция с завода выйти просто не может. Следят на производстве и за чистотой цистерн. Сотрудники обрабатывают, тщательно моют бочки. После чего осуществляется контроль на полноту смывания моющих средств в производственной лаборатории. Бочки, которые уже выехали, они приезжают, когда в конце рабочего дня на завод, остатки кваса сливаются, бочка моется, дезинфицируется. Также берутся остаточные намоющие средства, берутся анализы микробиологические. Краны, через которые мы продаем потребителю, они снимаются и моются отдельно. И каждый раз ставится чистый, свежий кран. Бочка пломбируется и уезжает за территорию. Бочка пломбирована и герметична. Ничего постороннего туда попасть не может. Ежедневно в рейс отправляются десятки цистерн. В более жаркую погоду больше ста. Индивидуальные предприниматели уже много лет занимаются реализацией бочкового кваса Барнаульского пивоваренного завода. Сотрудничаю с ними уже 12 лет. Сначала производство кваса бочкового на рынке было в городе у нас, если я не ошибаюсь, по-моему, 5 заводов по изготовлению бочкового кваса. И у нас, у предпринимателей была возможность со всеми сотрудничать и сравнивать. В первую очередь для меня критерием было это качество кваса, который показал себя самых лучших показателей. Итог того, что покупатели выбирали именно его. Жаная корочка, по-моему, самый вкусный квас. Покупатели подходят, может быть, что-то спрашивают про качество. Что вы им отвечаете? Спрашивают, конечно. Вкусный, невкусный. Предлагаю взять маленький стаканчик. Попробовать. Пробуют, нравится. Сразу берут бутылку. Срок реализации бочкового кваса – трое суток. Но иногда, особенно в солнечные деньки, напиток заканчивается в разы быстрее. После продажи предприниматели вновь возвращаются на завод за добавкой. Квас наливают уже в новую обработанную бочку. И цистерну с освежающим напитком вновь возвращают на точку для всех любителей пенного безалкогольного.